50 лет Николай Иванович играет на баяне. С гармошкой же не разлучен. Вот уже 30 последних лет. Один инструмент на другой он сменил после встречи с Евгением Дербенко, первым в России композитором, написавшим более 500 произведений для гармонии. В таком тандеме и создалась концертно-театральная программа и непосредственно сам театр музыкальных миниатюр на гармонии, с которым сочинский виртуоз выступает как на российской, так и зарубежной сценах. Фактически был создан новый жанр в искусстве. Я бы сказал так. Потому что аналогов, на каком бы инструменте был театр, не просматривается. Более 30 концертно-театральных номеров, они короткие, они и должны быть такие, потому что идут инструментальные пьесы. Больше 5-6 минут они не должны звучать именно на этом инструменте, потому что симфонию и сонату на гармонии играть не нужно. Классический эстрадно-джазовый народный жанр Николая Угаренко с гармонию на плечах подвластны любые произведения. Кубанская песня, смоленская полька, сибирская кадриль, эстрадные миниатюры, музыка народов мира. Гармонь может все, отмечает музыкант. А доносить определенные мелодии до зрителя виртуозу, который входит в золотую десятку гармонистов России, помогает мексиканская сомбреро, гуцульская шляпа и даже венецианская карнавальная маска. Играет Николай Угаренко на ливенской гармонии, знаменитой саратовской с колокольчиками. С легкостью управляется и с миниатюрными гармошками-черепашками. Ловкость рук и никакого мошенничества, говорит гармонист. Выйти на сцену и удивить зрителя – это запросто, говорит сочинец. А вот судить начинающих гармонистов ему придется впервые. В роли члена жюри Всероссийского конкурса Николая Ивановича пригласили впервые. Оценивать будущих коллег будет непросто. Уже то, что они заинтересовались игрой на гармонии, вызывает уважение, подчеркивает единственный профессиональный гармонист города Сочи. Сам же готов приложить все усилия, чтобы поддержать талантливую молодежь, мечтая делиться опытом и с местными ребятами, чтобы у этого любимого россиянами инструмента было будущее. Еще Луначарский сказал – в гармонике таится все то, чем богата музыка.